ну а кому интересно как звучит турбовый Outlander? сейчас посмотрим по крайней мере он заводится и работает ну и в целом издает приятные звуки вот так звучит V6 турбовый всем привет это Mitsubishi Outlander XL с мотором 3 литра V6 6B31 и я ставлю на него турбину это мини-сериал и в предыдущей части я рассказал обо всем процессе создания этого турбокита от начала до конца в первой части был рассказ о проектировании всех подкапотных узлов вторая была посвящена коллектору выпускному и размещению турбины в третьей части я рассказал о создании downpipe в четвертой части речь пошла о создании впуска и сегодня пятая часть казалось бы все системы собраны но это самая долгая из всех частей по продолжительности работы потому что надо делать все сопутствующие системы для поддержки и работоспособности турбины и ее механизмов сегодня мы будем делать слив, подачу масла на турбину, охлаждение, всякие сопутствующие кронштейны, переносы всех узлов масляного фильтра ну и думаю в конце мы ее сможем завести оптимально проложенная выхлопная трасса качественный впуск идеальные к выпускные коллектора весь этот турбокит никоим образом не будет работать без сопутствующих систем смазки и охлаждения и вот от качества изготовления этих второстепенных обслуживающих систем зависит вся работа турбо машины впоследствии одним из самых важных систем в работе турбокомпрессора является система его смазки требуется правильно организовать подачу масла и слив этого масла из турбины слив масла турбокомпрессора обычно осуществляется в поддон картера мотора и в данном случае эта магистраль довольно таки длинная потому что турбина находится над коробкой передач слив будет осуществляться по армированному шлангу АН12 для этого к турбине сделаны фланцы с переходом на фитинг АН12 а в алюминиевый поддон мотора приварен фитинг АН12 и эта магистраль проходит от турбины вдоль мотора до поддона двигателя следующим важным компонентом в данной конфигурации коллекторов является силовое крепление фланца на который опирается турбина важным в данном расположении всех турбокомпонентов является термоизоляция всех узлов этого турбокита в первую очередь конечно выпускных коллекторов в целом бюджет этого проекта был ограниченный и лучший вариант это было покрыть керамикой эти выпускные коллектора и все компоненты выхлопа но это дорогое решение и в данном случае пришлось применить более классический вариант это обмотка всех компонентов термолентой термолентой приходится обматывать все компоненты выхлопной системы начиная от коллекторов заканчивая downpipe обмотка ведется очень плотно с двойным наклёстом чтобы максимально изолировать нагретые части от внешнего мира но обмотка этих систем это не крайняя мера между всеми узлами такими как мотор и турбина турбина и коробка также сделаны термо щиты эти щиты состоят из рифленого алюминия с керамической подкладкой эта перегородка делана в виде сэндвича из сложного пополамы алюминиевого щита с керамической прокладкой первый термоэкран отделяет downpipe и турбину от мотора и защищает топливную систему все электрические сенсоры от нагрева турбины и downpipe второй термоэкран проложен между коробкой передач и турбины и защищает все узовые коробки передач и система охлаждения от нагрева турбины масло в турбину подается из хаосинга масляного фильтра масло сливается в поддон водяное охлаждение турбины вся то из патрубков охлаждения печки они стоят в контуре радиатора охлаждения печки и теперь только осталось соединить все провода залить все технические жидкости масла и запустить двигатель ну вот такой получился проект рабочий он опробован временем я напоминаю что прошло уже два года и он отъездил в такой конфигурации не ломаясь вполне исправно в мотор мы не вносили никаких изменений то есть это стоковый мотор 6 b31 на нем стоит турбина от эво 10 и вся эта конфигурация вполне прекрасно работает на 0,5 бар настройке и показывает неплохие результаты кстати кто скажет какой результат в разгоне до 100 км в час показала эта машина тому будет приз условия участия находится в закрепленном комментарии ну а я же надеюсь что это не последний рассказ об этой машине впереди нас ждут все таки покатушки и мы посмотрим замеры со стендов как только на это согласится хозяин этой машины так что подписывайтесь на канал не забывайте ставить напоминания колокольчики о выходе новых видосов потому что видосов много машина здесь на территории стоит немало и обо всех их я рассказываю отдельно так что подписывайтесь на канал ставьте лайки и дизлайки на этом на все всем удачи всем пока